Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Главное». Сегодня ее веду я, Нина Демогла. Сегодня у нас специальный гость студии. Это примар муниципе Камрад Сергей Анастасов. Сергей Ильич, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. Добро пожаловать. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Давно мы с вами не общались. Первый раз мы с вами общались несколько лет назад, когда вы практически, так скажем, только вступили в должность примара муниципе Камрад. Очень много воды утекло сегодня уже. Вот почти как месяц, как вы, уже месяц, как вы были переизбраны на второй срок примара муниципе Камрад. С, так скажем, одними из самых лучших результатов, более чем 90%. Вам, жители Камрада, доверили потом доверие руководить городом еще на 4 года. Хотелось бы начать с того, что вам удалось, на ваш взгляд, сделать за прошедшие 4 года? Если вернуться к 2015 году, то, конечно, проблем в муниципе Камрад, наверное, оно и сейчас есть, но, наверное, было больше, чем в любом другом городе. Это, грубо говоря, тысяча затопленных подвалов. Когда вы, если помните, приезжали и помпьеры из Кишинева, выкачивали воду бесполезно. Эти подвалы все находились по республиканской дороге, откуда проезжали и фуры. Представьте себе, когда подвал полный водой, весь дом находится вот в этом состоянии. Тут еще фуры ездят по плохой дороге. Все дома в трещине. Это была ужасная ситуация. Эту проблему мы на 80%, я считаю, что решили. Это в районе Московского, Чкалова. Там дальше также продолжается работа, но, по крайней мере, эти все тысячи домов, они освобождены от воды этой. Фуры все переправлены по объездной дороге, хотя она еще не завершена строительство, но были вложены тогда исполнительным комитетом около 8 миллионов и Министерством строительства дорог Республики Молдова. Этот район мы спасли. Сейчас работаем в районе другом, Туканяска, там, где тоже затоплены подвалы. Эти проблемы мы решили. Дальше мы перешли к проблемам высоких потерь воды. Потери воды составляли 75-78%. Счет всегда был арестован в Сусканале у нас. Всегда долги, всегда по заработной плате, которые тоже были задолженности, но в основном были налоговые задолженности. Нам удалось за три года уменьшить потери воды с 75% до 48%. Но это не просто удалось, потому что каждый год мы строили новые водопроводные сети. Это район Танка, наверное, где вы сами проживали. Там было построено более 4 километров сейчас потери воды в этом районе. Единственное, в городе, где 0%. Было 75% только в том районе. А это что, строятся новые коммуникации или каким образом? Новые, потому что все старые коммуникации, это те, которые были построены в советское время. Это и металлические, которые зажавели. Ну и хищение. То есть, если мы говорим о потерях воды 75%, то половина из них это хищение было. Потому что через дворы проходили все трассы в всех районах. И естественно, что у нас люди подключались нелегально. Поэтому сейчас установлены везде там счетчики в этом районе. В районе Турносака воды вообще не было. Там мы провели новый водопровод. То есть, всего было около 30 километров подземных коммуникаций построено за 3 года. Если говорить до 2015 года, то был всего лишь 1 километр. И следующим мы занялись проблемой проектирования экологических проблем. Это тот же коллектор, это те же канализационные сети города. Потому что и проектов у нас в городе не было. А проекты сегодня делаются не за один месяц. Все равно, в любом случае, год-два нужно проектировать весь город. 8-10 тысяч абонентов разных. Это уже каждую улицу. Геология, геодезия, топографические разные съемки. И уже у нас проекты на коллектор, согласно которому сегодня уже строится коллектор. Вонь в Велпуге, это, наверное, знает себя Молдова уже, как и вонь на Ботанике в Кишневе. Проблема у нас где-то идентичная. Сегодня уже завершается работа по строительству нового коллектора. Потому что в советское время был построен коллектор. В 82-м году, считается по меркам для коллектора, это очень новый коллектор. Но мы построили некачественно тогда. Потому что в Велпуге у нас плывуну. И все трубы азбистовые, которые были выложены, это больше двух километров, они все сошли друг от друга. И нам пришлось проектировать новый коллектор. В прошлом году были выделены средства с исполнителем комитета, из Народного собрания. Сметная стоимость была где-то 12 миллионов лей. Но на тендере это было 7,3 миллиона. Уже подрядчик, который сегодня работает, сумма упала до 7,3 миллиона. Уже работа завершается. 15 декабря они уже обещали сдать объект в эксплуатацию. Там, где мы должны изыскать еще от 2 до 3 миллионов, чтобы закрыть все задолженности. Но работа в любом случае не останавливается. Да вот те сложные проблемы, то, что мы решали. Ну и еще коротко озвучу те проблемы, которые... Это детские сады. В детских садах у нас вообще не было. Население города растет. Это приезжие. Было открыто более 10 групп новых. Было построено 2 новых детских садика. Это в 7-й школе. Мы продолжили, завершили строительство. И новый детский садик турецкая агентство ТИКО построила. Далее было открыто 1000 рабочих мест. Это за 2 года компания Фудж-Кура. К нам прибыла. Это индустриальный парк. Все коммуникации имеет. Потому что без рабочих места тоже. Было построено несколько асфальтных заводов в городе. Бетонных. То есть бизнес пришел в течение 2-3 лет. Но если говорить о дорогах и тротуарах, то я всегда привожу очень простой пример. Если с 90-го года по 15-й год в нашем городе было отремонтировано 3 километра дорог, то за 3 года 30 километров. Если за 227 лет было отремонтировано, то есть построено тротуаров 25-30 километров, то за 3 года тоже 30 километров. Поэтому вот такие цифры. Поэтому люди отдали 95% сегодня за кандидата в примары. И очень высокое доверие. Мы поэтому будем работать дальше. Понятно. Хорошо. Господин Анастасов, прежде чем мы начнем более подробно обсуждать самые главные проекты, которые сегодня стоят и задачи перед вами, Хотелось бы поговорить о том отголоске о различных моментах и скандалах, которые доходят до республиканского уровня. Например, рынок. Мы знаем, что проблема с комрадским рынком постоянно освещается и мониторится и в республиканских средствах массовой информации. Но не совсем люди понимают до конца, что там происходит. То есть я говорю, это только доходят какие-то новостные отголоски. Поэтому хотелось бы, чтобы вы, как градоначальник, так скажем, города, более подробно и детально объяснили, в чем заключается основная проблема с комрадским рынком. Если в общем не говорить, у нас еще с советских пор была потребка операции МОЛТКОП. То есть разные организации были. Согласно закону, есть объекты, которые были переданы этим организациям, которые зарегистрированы были в кадастре. Потому что кадастр – это паспорт на все, как и ваш паспорт, для вас. В нашем видении остался участок земли от одного гектара, 0,53 или 0,56 гектаров в центре города. Когда я стал примаром, я постановил... В видении муниципия. Да, в видении муниципия, конечно. Она не обременена никаким недвижимым имуществом. Стоят только легкие конструкции бутики, где торгуют наши жители, приезжие. Экономические агенты работают. Ну и мы посмотрели, что 13 тысяч леев в год аренда полгектара в центре города. Нас как бы это не устроило. На Первом совете в 2015 году нам не удалось собрать большинство советников. И мы продолжили арендовать по той же цене. Но в 2016-2017 году весной мы эту землю перевели в публичную собственность. Чтобы нельзя было ее не продавать, не обременять ничем. Не приватизировать. Не приватизировать, потому что начали пугать, что пришла новая власть. И вот они будут... Ну кто о чем думает. Они будут кому-то продавать. Нам назвали фамилию, я не хочу озвучивать их. И в 2017 году сам Гагаускоп отказался с нами заключать вообще договор. Мы даже отправляли. Они посчитали, что оно это перешло к ним. И так, и без договора можно пользоваться публичной землей в своих целях. По цифрам, если говорить, где-то полтора миллиона лея – это доход от этого участка, который арендуется вот эти бутики, которые есть там. 13 тысяч лея нам выплачивали в виде аренды. Да, при мэрии. И плюс еще был налог на размещение торговых точек, как рыночный сбор. Который был 32 лея муниципий Камрад за квадратный метр. Но мы на совете уменьшили на 15 лея. Сегодня ситуация какая уже дошла до высшего суда. То есть как бы высший суд отклонил премарию. Но это не означает, что земельный участок находится в собственности Гагаускопа. Потому что в кадастре зависит он за премарией муниципий Камрад. И не обременна никаким недвижимым уничтожим. Сегодня разрешение на размещение рынка дает премария. У Гагаускопа нет такого разрешения. Потому что прежде чем в законе указано, хотите разместить рынок, вы должны показать собственность на земельный участок. А собственниками является премария. Поэтому сегодня ситуация патовая в любом случае. Но по закону премарр несет ответственность за функционированный рынок по законодательству Республики Молдова. И тем более, что на те законодательные акты, которые сегодня ссылаются, их даже нет в регистрах. То есть мы же не живем еще, Советский Союз уже распался. Если тогда что-то кому-то и переходило, то нужно было это зависит от кадастре. И кадастре есть документ на это. Это равносильно сегодня я буду переезжать границу, и мне будут говорить, что да, паспорт это вы, но это не вы. То есть вот ситуация как выглядит сегодня. Ну конечно, если в государственном реестре оно зарегистрировано за премарией. Она не обременена никакими. Почему-то ситуация патовая. Ситуация патовая, потому что у нас не секрет, что из 109 стран по судебности мы находимся на 105-й. Поэтому мы обращаемся сегодня. По прозрачности юстиции. Мы же отправили обращение к президенту, потому что это вопрос непростой. Нельзя сегодня отбирать публичную собственность и передавать предприятиям каким-то. Кому бы это ни было. Никто не должен сегодня. Потому что завтра отберутся, школу передадут. У нас есть опыт, когда в детском садике передали место для того, чтобы человек дом строил. То есть такое творится. Потому что если я как примар, за которого проголосовало 95% горожан, и мы не можем пользоваться тем имуществом, которое принадлежит горожанам, то смысл тогда не быть примаром. Пускай работают другие тогда в этом случае. Поэтому мы отправили официальные письма и депутатам. Сегодня есть уже новая власть. Депутатам парламента. Депутатам парламента, президенту на уровне Башкана. Но мы не собираемся сегодня уступать народное имущество кому-то. Честно говоря, мы немножко шокированы теми действиями. Вы отправили, и чего вы ждете? Ждем поддержки. Все-таки есть власти страны, которые управляют этой страной. То есть вы призываете, чтобы высшие власти страны обратили как-то больше внимания? Обратили внимание. Не только муниципи, Камрад. Но такие проблемы есть в Чемшли, есть и в Лареш, так я знаю. Многих населенных пунктов, где вроде бы мы должны решать экологические проблемы. То есть все на шее местных властей. А вот власть не очень-то для местных властей. Поэтому это наша собственность. Собственность наших горожан. Поэтому мы должны получать доход в бюджет нашего города, или кто администрировал, не 13 тысяч лей в год. Никак не 13 тысяч лей. Потому что один бутик, который там находится, а магазин выплачивает больше 13 тысяч лей. А там их 500 человек торгуют. Поэтому никак не входят никакие рамки финансового характера никакого. Поэтому боремся дальше. Те торгующие, которые на рынке есть, они в 90% нас поддерживают. То есть большинство, буквально подавляющее большинство, они все хотят, чтобы рынок был в примарии. Потому что впервые, когда была уложена и брусчатка, то есть старый асфальт убран. Потому что мы и инвестируем эти средства именно вокруг рынка. Реконструкция улицы Победа до автостанции. Это огромные средства. Сейчас, на следующий год мы готовим реконструкцию улицы Котовского. Мы сделали специальные парковочные места, чтобы эти люди могли торговать. Потому что и мест там не было парковочных. Вся улица Победа сегодня поперек дороги, ширина 22 метра всего дорожного и тротуарного полотна. То есть все удобства для тех, кто там торгует. А кто бы еще будет делать, кроме нас? Но мы еще и убираем там все. Как можно 13 тысяч лей всего лишь за этот участок? Понятно. Нашу программу смотрит тоже очень широкая аудитория. Поэтому мы постараемся сделать еще все возможное, чтобы донести это до высшего руководства страны. Исполнить свой долг, так скажем, как четвертая весть власти. Поэтому хорошо, господин Анастасов, вы как-то говорили в одном из интервью о том, что вы запустили программу по благоустройству жилых домов. В Кишиневе эта программа также реализуется, в столице, но она реализуется немного по-другому. Там в основном дома утепляют и, в принципе, благоустраивают сами ассоциации. Хотелось бы послушать, как этот проект реализуется вообще в Камрадсе. И реализуется ли он еще, имеет ли он свое продолжение? Вы с двумя цифрами говорите о той работе, которая была выполнена в части благоустройства. Это дороги, тротуары, это внутри мощения этих дворов. Около 200 тысяч метров квадратных было выложено. Благоустроено. Благоустроено, да. И из них более 30 тысяч метров квадратных это с жильцами совместно. Это, во-первых, говорит о высоком доверии местным властям. Потому что никто сегодня не согласится благоустраивать совместно с местными властями что-либо делать, когда к ним нет доверия. Сегодня у нас, можно сказать, что очередь дальше благоустраивать. Но было было устроено около 30 дворов. Это начиная с улицы Пушкина, на улице Новая недавно завершили, и где Водолей. То есть многие-многие дворы совместно с жильцами. Жильцы вносят свою лепту. А каким образом это происходит? Они с вами, ассоциация, выходит на примарию и говорит о том, что она хочет благоустроить свой двор, да? Или как-то по-другому? Нет, они собирают подписи, что они имеют желание участвовать в проекте. Они выполняют свою работу, мы свою. То есть мы объявляем теннер только на укладку брусчатки или других материалов, которые там не нужны, это наша часть. А часть работы, которая еще есть, кроме этого, и бордюры, и так далее. Замена старых бордюров. Это жильцы берут на себя, то есть в основном. И мы смотрим по объемам, чтобы в среднем было 25-30% со стороны жильцов и около 70% со стороны примарии. И поэтому вот в таком темпе мы работали эти все года, и мы с ними общего ничего не имеем. Они сами ищут подрядчиков, с кем там они договорятся, это не наше дело. Мы туда не лезем, потому что сложная процедура. Не у всех есть ассоциации. Как у вас дома, когда вы благоустроите свой двор, вы тоже не обязательно обращаться к примарии. Но там речь идет о публичной земле, то есть о примарийской. Мы не можем частные дворы таким же образом благоустраивать. Если земля публичная, то да. Да, и эти в основном проезжие, где много народу проживает, и дороги там, что творилось в этих дворах, это не надо рассказывать. Ну да. Это просто ужас. Дети выходили и этим взглядом смотрели на весь мир. Потому что смотреть на старый асфальт в больших ямах, где можно споткнуться, и бабушки и эмалиды приходили к нам. И как мне попасть в свой подъезд. Вот я упала, руку повредила. И вот такая ситуация у нас. Но еще есть работы. Надеемся, на следующий год мы продолжим опять же. В этом году мы уже заморозили, в принципе, все работы, кроме программы «Друмор Буни-2», которая поздно стартовала. Вот она еще у нас будет укладывать асфальт. По поводу дорог мы обязательно еще поговорим. Хотелось бы спросить. Вот буквально мы сейчас решили, что будем как можно больше внимания уделять регионам. Вот буквально на прошлой неделе у меня в гостях был примар города Тараклия. Но он только вновь избранный примар, так скажем. Он отметил, что одна из самых главных проблем в Тараклии, ну, по даже опросам, которые проводили среди жителей, это освещение. Вот в Камраде каким образом стоят дела с освещением? Ну, если говорить о главных проблемах, мы тоже по программе «Коммунитартия» проводили опрос. Согласно программе мы опросили тысячу жителей. Из тысячи жителей нам 55% ответили дороги, 12% ливнеотводы, то есть 20% отсутствие канализационных сетей и вонь в Елпуге, которая у нас есть, и остальные прочие проблемы. То есть там кто-то хочет культуру развивать, кто-то хочет развивать освещение, потому что по части освещения муниципий Камратов вошел в топ-5 самых освещенных городов в Республике Молдова. Ну и кроме этого мы имплементируем еще один проект по освещению. Это через фонд энергоэффективности уже проведен тендер. Это будет освещена еще со стороны геофизика до конца нашего города и еще несколько улиц уже современным освещением. Хотя у нас там тоже находится сегодня LED-освещение, но у нас есть группа наших электриков, которые просто демонтируют те лампы освещения, которые есть, и установят в тех частях города, где еще нет качественного освещения. Потому что практически на каждой улице у нас есть освещение. Но во многих улицах, конечно, люди хотят, чтобы оно было лучше. Но это у нас в нашем городе не является главной проблемой. В нашем городе жители ответили, что главная проблема – это отсутствие дорог. Потому что даже... И потому что вода у нас есть практически 100%, и назвали бы воду, если бы не было бы. А так дороги, потому что... Ну хорошо, вот извините, дороги, но очень многое зависит от дорожного фонда, республиканского, как я понимаю. Если мы вспомним даже пример, вот в Камрате, да, инцидент, в прошлом году выделили в дорожный фонд намного меньше средств, чем, например, даже ханчеш там. То есть было распределение средств по каким-то политическим, может быть, принципам или взглядам того или иного примара. Скажите, наблюдаете ли вы это в этом году, или ситуация изменилась? В этом году, если взять 600 миллионов, около 600 миллионов распределили. Но распределили как бы более справедливо, потому что... А что значит более справедливо? Потому что с миллиарда 600 нам 4 миллиона распределяли, и 600 миллионов тоже 4 миллиона. Ответ на вопрос. Миллиард 600 был сначала. То есть озвучен. А сейчас 600 миллионов. И тоже 4. И тоже 4 миллиона. А ханчеш там сколько? Ханчеш там в прошлом году, по-моему, было около 20 миллионов. А в этом году? В этом году мы не в курсе, сколько. Хорошо, в прошлом году было около 20 миллионов. И около 20 миллионов, по-моему, память не изменяет. Но не только ханчештам, по-моему, и Аргееву, и Ниспаренам. То есть многим населенным пунктам были огромные суммы, хотя дороги в самом плохом состоянии находятся в муниципе Камрад. У нас есть район, где проживает 5000 человек. Это район Туканяска. И там всего лишь 2 или 3 километра дорог в твердом покрытии, остальные в белом варианте. То есть это можно назвать огромное село, которое есть, и вообще не имеет дорог. То есть ситуация у нас в центре города красива, как бы губы накрашены городу неплохо. А вот на периферии это тихий ужас. Это район Танка, Туканяски. Поэтому мы впервые работаем в этих районах. Впервые. Потому что это не от того, что мы хотим строить дороги и не хотим что-то другое строить. Это от того, что люди желают сегодня попасть к себе домой. Потому что после дождя не все могут попасть. Ни скорая, ни о инвалидах, я вообще не говорю. Но кое-какие дороги были же сделаны. Было много сделано. 30 километров дорог. Потому что мы в первую очередь делаем те дороги, которые находятся в большом уклоне. После дождя, где вымывает, если вы помните, наша центральная улица. Помним, конечно. После таких больших дождей. 2-3 раза в году. Ну, наверное, сотни тонн кубов щебня. И мы это все возвращаем опять на те улицы. И так происходит 3-4 раза в году. Поэтому проблем много. Сегодня одни говорят, что проблема очистных сооружений это очень важная проблема. Но все проблемы, они очень важны. И потери воды высокие. Мы теряем воду уже в течение 20 лет. Хорошо. Вы говорили, что 70% потери воды была до 2015 года. А после 2015? Мы ежегодно начали менять старые трассы на новые. Каждый год Примария Камрад собственных средств выделила 4-5 миллионов лей. Каждый год. С нашего небольшого бюджета. На коммуникации. На коммуникации всегда меняли. Только в районе Танка. Хорошо. А сейчас какие потери? 48%. Но мы каждый год уменьшаем на 10%. Потому что нам еще нужно 20 миллионов, чтобы уменьшить до 10-15%. Еще нужно инвестировать только на водопровод 20 миллионов. Если строить канализацию, к примеру, кроме этого, еще нужно 40-50 миллионов. И очистные, если ремонтировать те, которые есть, 30 миллионов. Если новые строить, то будет 40 миллионов. Понятно. Хорошо, Сергей Ильич. Что делать с дорогами тогда? Вот если вы говорите, такая ужасающая ситуация. Туканяска, это я поясню для телезрителей. Это районы такие, которые находятся на окраине Камрата. Что с ними делать? В прошлом году 4 миллиона, в этом году 4 миллиона. То есть этих средств недостаточно для того, чтобы покрыть дорогой те районы, которые в этом нуждаются. Мы за те средства и не строим дороги. В нашем городе. Из этих средств строится немного дорог. Вот, к примеру, из 10 километров, полтора километра, два. То есть 80% мы дорог строим за счет грантов. Вот, к примеру, улица Пушкина, если вы видели, в каком она состоянии было. Даже к пятому садику нельзя было доехать. Да, да. Вы же помните прекрасно. Да. А уже говорите о выезд Комсомольской улицы мимо университета. Какая ситуация там была? Да, да. Вообще непроездная была. Я уже не говорю направо по Галацана, наверх к второй школе. Да, это были непроездные улицы. Сейчас идеальная. Все сделаны, потому что мы не смотрим только на тот фонд, который у нас есть. Мы привлекаем в ней бюджетные средства. В ней бюджетные средства было привлечено муниципием Камрад, наверное, больше, чем всеми вместе взятыми населенными пунктами Гагаузии. Это и КФВ, агентство немецкое, и ФИСМ, и Польский фонд солидарности, и Словакейт, и очень много проектов. Но кроме этого еще были привлечены проекты-гранты исполнительным комитетом. Это и САРД, и СЛП. Все эти проекты мы объединили воединую. Согласно этим проектам мы благоустроили детские сады. У нас в детских садах ситуация была, когда дети хотели строиться на линеечку свою или что-то делать на улице. И негде было остановиться ни в одном детском саду. Сегодня везде в каждом детском саду у нас по 2000 квадратных метров благоустроена территория. Сделаны экологические тропы в штом саду, утеплено здание благодаря Польскому фонду солидарности. Проект был в пятой школе, площадке. А если говорить о дорогах, мы еще и применили немножко метод другой. То есть мы сегодня дороги строим, к примеру, с 8 миллионов милей мы можем построить 12 километров дорог. Потому что у нас жилищно-коммунальное хозяйство занимается подготовкой самой дороги. То есть этим не занимаются подрядчики. Тендер мы объявляем только на укладку асфальта. Больше ничего. Потому что у нас нет ни асфальтного завода, нет ни техники асфальтоукладчиков. Поэтому мы готовим полотно, пирог из щебня. Проверяем снизу канализационные сети, чтобы были. Водопровод новый меняем. Ну и через полгода только мы возвращаемся к той дороге. И готовим ее к укладке асфальтом. И вот таким образом нам было заасфальтировано вот эти, я же озвучил, по-моему, 30 километров. Из них километра 3-4, это по программе Друмульбуния 2. Всего ли сделано. А остальное это гранты, это тот метод, который мы имплементировали в нашем городе, чтобы охватить больше дорог. Ну и с брусчатки очень много дорог мы начали строить. Наверное, одни из первых республики Молдова. Потому что нам предлагали строить дороги в бетоне. Многие, когда посчитали себестоимость бетонных дорог, оказалось, что 800 лей и выше. Мы строим 400-450 лей. Это восьмерка брусчатка толщиной, бордюры дорожные. Это пирог. Это все входит в эту стоимость. Это чуть больше 400 лей. Тогда как про программу Думльбуньи 2. Из асфальта без бордюров два слоя тоже 400 с чем-то лей. То есть как бы с брусчатки дорога в любом случае она лучше для нас. Потому что в любой момент мы можем где-то снять брусчатку, проложить, заново вернуть назад. И на уклонах брусчатка лучше держится. Асфальт греется от солнца и скатывается на уклонах. Мы с вами могли увидеть много уклонных дорог, наклонных. То есть мы не можем заменить данным случай. Да, особенно в Камрате. Особенно в Камрате. Асфальт укладывается, где скоростный режим немножко больше. А там, где скоростной режим небольшой, нас устраивает полностью брусчатка. Понятно. Спасибо вам огромное. Мы продолжим нашу беседу после очень короткой рекламной паузы. Она пролетит незаметно. Не переключайтесь. Итак, дорогие телезрители, мы вернулись в студию. Напомню, что в эфире программа «Главная». Сегодня я веду Янина Демогла. И сегодня у нас в студии специальный гость. Это примар муниципи Камрат Сергей Анастасов. Сергей Ильич, в продолжении нашей беседы, хотелось бы сакцентировать свое внимание на такой важной теме, как экология. Очень много я знаю, что есть экологических проблем в муниципе Камрат. И начиная от переработки мусора и заканчивая реки, известной южной реки Ялпук, которая на сегодняшний день полностью загрязнена. И очень много проблем, связанных с экологией и с этой рекой. Хотелось бы, чтобы вы поподробнее рассказали, так скажем, какие для вас самые тревожные проблемы, связанные с экологией, существуют в Камрате. Если говорить о мусоре, то тут благодаря программам ИСАИД и САРТ мы приобрели технику, контейнера. В этом у нас есть проблема переработки самого мусора, как и по всей стране. Но в любом случае сбор мусора с города. Город у нас чистый. Правда, часто возникают несанкционированные мусоросвалки. Тут мы тоже ставим, ловим, кто это делает. Но на сегодняшний день это не самая большая проблема. А какая самая большая? Сегодня самая большая проблема не только в муниципе Камрат, это, конечно, экологическая проблема русской реки Алпук. Это как и бычок, резечка. И у нас очень много проблем, она связана с отсутствием коноденционных и очистных сооружений. Это проблема по всей стране, в том числе и, конечно, в муниципе Камрат. Несмотря на то, что мы проблему с коллектором, который у нас строится в центре города. Это коллектор, чтобы мы могли понять наши жители, которые собирают все стоки города и перекачивают через главную насосную станцию на очистные сооружения. Эта проблема у нас как бы решается уже в нашем городе. Мы очень надеемся, что погода нам еще подсадит. И мы уже к Новому году, то есть уже все стоки начнут поступать по напорному коллектору. И уже вонь эта исчезнет в нашем городе. Дальше проблема очистных сооружений и канализационных водопроводных сетей по всей республике Молдова. Справки очень просты. 240 очистных, я-то всегда говорю, чуть больше 10 очистных работают. Сегодня для того, чтобы решить проблемы всех населенных пунктов, осталось у нас более 200. На 200 очистных сооружений, если начнет сегодня правительство выделять средства на одно очистное, на вторую, третью, то пройдет еще 25 лет. Хорошо, скажите, а как Республика Молдова может тогда, на ваш взгляд, помочь решить экологические проблемы? Они являются все-таки самыми важными на сегодняшний день. Очень правильный вопрос задали, потому что я и правительство, мы тоже отправляли такие предложения наши, которые были. Надеемся, что они рассмотрят. У нас сегодня есть бюджет Республики Молдова, он прямо такой большой, мы не требуем там, как у нас часто говорят, выделите нам средства, но есть они или нет, никто не спрашивает. Мы говорим о тех средствах, которые посильны в бюджет Республики Молдова. Сегодня 1 миллиард для решения экологических проблем – это посильная сумма. Если 1,6 миллиарда выделяли на дороге, то есть оно есть. И нужно 1 миллиард на решение проблем экологического характера. Я просто даю цифры. Которые стоят самым острым. Если они распределятся на душу населения по Республике Молдова, значит наш муниципий с 25-тысячным населением получит около 10 миллионов лей каждый год. Программа должна быть хотя бы на 5 лет. Проблемы наши, которые мы должны решать, стоят сегодня чуть-чуть больше 100 миллионов лей. Это очистные сооружения, это высокие потери воды и канализационные сети города. Мы говорим о том, что эти средства, если нам государство разрешит сегодня кредитоваться в европейских банках, без процента кредита сегодня дают любые банки. И мы знаем, что гарантия каждого года по 10 миллионов для нашего города. Так мы аккредитуемся, решим проблему экологического характера за 2 года. Это будут построены очистные сооружения. Коллектора, канализационные сети, потери воды уменьшатся. А за 5 лет мы вернем эти 100 миллионов. А почему из 50 миллионов я говорю за 5 лет? Потому что уменьшение потери воды это плюс 5 миллионов каждый год. Канализацию, которую мы подключим, еще минимум как 50% нам добавят. Еще как минимум 5 миллионов прибыли дохода. И все вот эти проблемы, которые мы решим, они нам аукнутся в положительном. И мы за 5 лет просто вернем эти все средства европейским банкам. И вся Молдова таким образом может решить все свои проблемы. Это очень просто. Главное сегодня не надеяться на то, что правительство за 25 лет, она не решила вот эти проблемы. А вот вдруг сейчас что-то случится, и она решит. Если за 25 лет не решены эти проблемы, то поверьте мне, следующие 25 лет они будут решаться, я не знаю, по каким политическим, может быть, еще в двух городах, может быть, сделают еще, типа, очистные сооружения. Но я веду речь о всей республике Молдова. Потому что нельзя... А что делать тогда? Распределять просто миллиард лей на душу населения и заставить местные власти решать самим себе свои проблемы. Вы вносили эти инициативы, например, на уровень исполнительного комитета, депутатов народного собрания, депутатов парламента? Мы с нашими депутатами, которые вновь избраны, уже этот вопрос тоже рассмотрели. Очень надеемся, что со следующего года, правда, власть поменялась сейчас немножко, но есть наши депутаты от муниципия Камрад, есть и Суходольский Александр, который с нами всегда на связи, и он и проживает в том районе, где есть экологическая проблема, и он всегда готов помочь. Поэтому сегодня эти вопросы, они уже на уровне парламента тоже есть. И мы очень надеемся, что все-таки Республика Молдова, парламент, правительство всего лишь распределит один миллиард, и закон примет хотя бы на пять лет. Хотя бы на пять лет, что она будет ежегодно, что мы были уверены в том, что эти средства будут распределяться ежегодно на душу населения. И по всем городам, и все города, села смогут решить сами свою проблему, но нужно всего лишь государству разрешить аккредитоваться. Знаю, что есть гарантированная сумма, которая ежегодно поступает. Собственные доходы какие-то еще будут. Ну и в первую очередь доходы пойдут от того, что уменьшатся потери воды. Потому что сегодня мы получаем от наших жителей не 15 лей, а 7,5 лей. В 2015 году мы получали всего лишь 5 лей, потому что потери составляли 75%. Сегодня, когда мы уменьшим потери до 10%, мы уже будем получать вместо 7,5 лей, мы уже будем получать 13 лей, может, 14 лей. Из 15, которые нам выплачивает наш житель. И этих средств, естественно, они увеличат наш бюджет. То есть бюджет, доходность увеличат с канала. Поэтому это единственный путь, другого пути нет. Ни одна страна в мире по-другому никак не могла решить. Потому что нам часто говорят, вот решайте за собственные доходы эти проблемы. Но свободных остатков в муниципе Камрад чуть-чуть больше 10 миллионов. Те средства, которые мы можем направить, это ремонт детских садов, площадки по городу, дороги, о чем мы говорили с вами. Они немного больше 10 миллионов. Но строить очистные 10 лет, то есть они появятся уже нового типа очистные. Поэтому это бесполезный вклад в средства. Это нужно одним разом. Кредитные деньги должны быть, одним махом их инвестировать. И после этого уже получать доход от меньших потерь воды. Хорошо, по поводу кредитных денег. Вы когда только вступили в должность примара, я помню, что вы постоянно говорили, осетывали на то, что вам достался, так скажем, город с большими долгами. Как сейчас обстоят дела? На тот момент, наверное, много городов были с долгами, в том числе и Камрад. У нас тогда было около 8 миллионов. И в городе как бы много, наш город, он отличается от других городов. Если говорить о собственных доходах, вот даже сегодня, у нас, наверное, нет ни в одном городе Республики Молдова, где собственные доходы. Я не беру во внимание Кишинев и Бельцев. Ну, Кишинев, конечно, экономически. У нас около 70% собственных доходов. Такого нет у нас ни в одном. Я не знаю, какой город еще имеет до 70% собственных доходов. Поэтому мы как бы с долгами рассчитались очень быстро. В течение полгода мы просто закрыли все долги. Потому что экономическая составляющая города была очень на высоком уровне. Сегодня она как бы еще выше стала намного. Бюджет у нас на 60% увеличился с того момента. Открыты рабочие места. Как бы город, часть экономики на фоне других городов очень неплохую ситуацию имеет. Поэтому были, конечно, долги. Если бы их не было, нам было бы проще работать в городе. Значит, я всегда называю эти долги еще 10 километров дорог. Или уменьшение потери воды. То есть потери воды были бы уже 30%. Но, к сожалению, они были. Что делать? Понятно. Хорошо. Как сегодня обстоят дела с налоговыми сборами? Сегодня налоги у нас собирается. Мы уже практически выполнили доходную часть полностью. По доходу налог, сбор хороший идет. И в любом случае сегодня у нас есть тоже долги на сегодняшний день. Но каждый год мы долги закрываем до конца года. Потому что мы стараемся работать больше в августе месяце, в сентябре месяце, выполнять больше работ, чтобы до конца года или максимум в январе месяце закрывать все долги. Поэтому на следующий год мы планируем только останутся 2 миллиона рублей или 3 максимума. Это кредитных денег, потому что мы кредитовались немножко, потому что надо было решить срочно эти проблемы и дорожного характера, и дренажного характера. Потому что те дренажи, которые мы сегодня строим, это у нас сегодня кредитные деньги. И мы очень надеемся, то есть небольшой долг будет на следующий год, на январь месяц. Потому что без долгов, это даже не долг, а кредит, который мы взяли до следующего года, до августа месяца. Поэтому вот такая ситуация в городе. А так рабочие места открыты, жизнь в городе кипит. Слава Богу, пробки возникли. Это говорит о том, что... Дорогу мы откроем какую-то еще, кроме Пушкина и других, мы пробками разберемся. Но когда нет пробок, вот это страшно. Поэтому сегодня очень рады, что у нас есть пробки. Понятно. Скажите, пожалуйста, по поводу внешних инвесторов, так скажем, партнеров. Вы сказали упомянуть сейчас программу о коммунитете МИА. Можете более подробно рассказать об этом? Коммунитете МИА – программа, которая более года назад включилась в республику. Молдова. Перед этим были другие программы. И мы, конечно, одни из первых, которые прошли первый этап. Программа – это не просто закупка, к примеру, техники, работать. Здесь программа идет в первую очередь, говорит об открытости властей, о прозрачности властей, о общении с населением. То есть мы сегодня не можем, к примеру, расходовать на какую-то статью много средств без жителей. Поэтому программа что говорит? Потому что советуйтесь с вашими жителями. Согласно программе, мы также, это единое окно, короткие очереди. То есть много уже было сделано. Обучение, обучающие тренинги, которые нам открыли на многие вещи глаза. Вот как расходовать, как доходную часть. Были эксперты. И сегодня наши специалисты в примаре, они уже другим взглядом смотрят на предпринимателя. Потому что программа коммунитация, это и Айрекс участвует здесь, и всякие социальные опросы, которые проводятся. Дальше кофе в библиотеке с примарами общения с жителями. То есть не только примару задают вопросы, почему там не сделано то, другое. Но и примар задают вопросы жителям, а какой же у нас бюджет, к примеру. Вот какой же у нас дорожный фонд, и жители не знают. Хотя все требуют дорог, как бы все требуют решения проблем. И вот это незнание, оно и всегда дает повод власти имущим, к примеру, делать какие-то нехорошие дела. А когда жители знают, что есть дорожный фонд какой-то, где эти дороги? Пожалуйста, я вам покажу, где эти дороги. А если у нас есть дорожный фонд, и мы нигде ничего не построили, то есть вы должны отвечать перед обществом. И программа коммунитациями, это межмуниципальная программа. Мы все-таки решили участвовать в межмуниципальном сотрудничестве. Потому что перед этим у нас и программа САРТ, тоже как межмуниципальная. Но для того, чтобы эти программы, опять же, объединились вместе и работали по сбору мусора и по ремонту дорог, мы должны, конечно, вот эти 8 населенных пунктов вместе с Камратом объединить воедино. Усилить, конечно, техникой. И по программе коммунитациями здесь планируется, кроме тех обучающих программ, приобрести и новую дорожную технику, совершенно новую, с инновационным подходом уже. Не просто так, чтобы купили ту тень, которая работает только где-то. И ремонтировать дороги месяц-полтора, например, в Камрате. Те же могут потом на следующий Кангощик, другие села, населенные пункты. Потому что наши дороги должны ремонтироваться дешевле. Чтобы дешевле ремонтировалось, мы должны это делать, как мы вот уже делали. Мы уже год, более двух лет, уже два года, когда мы ремонтируем дороги дешевле, чем другие населенные пункты. Потому что у нас есть минимальная техника. А тут уже будет не минимальная, а будет необходимая техника. И будет закупаться, может быть, только асфальт или что-то другое. Но уже себестоимость ремонта, капитального ремонта дорог уменьшится как минимум на 40-50%. Нам позволят строить больше. Вот это программа коммунитета МЯ. Ну и не главное, еще раз говорю, что только дороги. Главное, то есть и прозрачность, и принятие решений совместно с жителями. По прозрачности. Вы можете немного рассказать? По прозрачности. Вот постоянно проходят конкурсы и даже оценивают прозрачность работы Примарии и так далее. Вот каким образом оценивается работа в области прозрачности именно Примарии и Муниципе Комрад? Есть оценка, идет по опросам жителей. Есть еще оценки, но одну единственную оценку, которую не проводят. Вот это агентство, кстати, я им хотел тоже написать, они должны сравнивать закупочные цены. Потому что у нас очень много иногда болтают лишнего, что вон там проводятся какие-то тендера чуть ли не. То есть если мэрии не работают вообще и уже украли все деньги, то есть это нормально. А если строится очень много в городе, кипит работа, значит воруют, потому что они видят, что строится такой менталитет у многих жителей. Поэтому тут в эту прозрачность нужно включить обязательно ценовую политику. А почем же мэрия Комрад укладывает ту же брусчатку, проводит ту же канализацию, проводит тот же водопровод. А сколько же себестоимость всех этих работ? Сколько вот именно на тендере? Вот это и есть прозрачность. То есть главный принцип. Но по-моему они по этим принципам не идут. Потому что я уверен, что в муниципе Комрад самые дешевые цены. И по определенному качеству. Мы не говорим, что у нас некачественная дорога. Хорошо. А почему тогда они оценивают прозрачность? По каким критериям? Оценивают по жителям, как жители отзываются. То есть делают скрытые опросы. То есть заходя в мэрию, они смотрят, какое количество людей, как они приходят. К примеру, архитектору или землестроителю. Потом, конечно, смотрят, как проводится у нас муниципальный совет. Он открыт или закрыт? Публикуются ли сегодня все решения муниципального совета? Доспункт к ним есть на сайте или нет? Отправляет казачков, может быть, общается в основном, конечно, горожанами. То есть горожане. И вот так по всей стране. Это проводит у нас агентство, я уже забыл, как называется. Но я знаю, что Бельц хорошую позицию имели несколько лет подряд. Комрад Гагузи тоже лидирующая позиция части Гагузи. Ну и я хочу сказать, что местные власти сегодня из более 100 стран находятся на 56 месте. По доступности местной власти, доверие к местным властям в Молдове довольно высокое. На фоне, к примеру, к другим институтам власти. Если другие институты власти имеют из 109 стран 105 место, то местные власти из 109 стран 56 место. Ну да, если в сравнении... Ну и по-другому не может быть, потому что каждый день наши двери открыты для наших горожан. Если они в министерствах закрыты, то у нас они открыты. И люди приходят местным властям решать проблемы, которые и не касаются местных властей. Мы уже стали и больницей, и скорой помощью, и социальными ассистентами. Кем угодно. То есть, хотя бюджет, если взять в эквиваленте бюджет по Республике Молдова, то в селах есть бюджет, если на душу населения посчитать, всего лишь 10% от бюджета Республики Молдова. Такое ощущение, что у нас люди живут в лесах где-нибудь, то есть не в селах-городах. Все живут в селах-городах. Благодаря селам и городам формируется общий бюджет Республики Молдова. Не важно, сколько рабочих мест мы открыли в Камрате, важно, сколько людей купили товар и уплатили налоги в итоге. И они аккумулируются все в бюджете Республики Молдова. Но нельзя возвращать всего лишь 10-15% и кинуть на шею 60% дорог и от всего количества, которое есть в Республике Молдова, на мэра или на примара кого-то села решить проблемы и с социальными ассистентами, и с очистными. То есть все проблемы за 10-15% от эквивалента бюджета. Когда в мире этот процент составляет 30-40%. Понятно. Хорошо, Сергей Ильич, скажите, пожалуйста, по поводу иностранных партнеров из-за рубежа. Когда, я помню, к нам приезжал господин Эрдоган, он обещал решить нам, Камрату, вопросы с коммуникациями, в том числе с канализационными коммуникациями. Скажите, насколько активно вообще Турецкая Республика вовлекается, так скажем, поддержку данных жизненно важных проектов? Турецкая Республика для нас это, наверное, наиважнейший. То есть не то, что партнеры, мы называем очень старшими братьями, потому что так относятся к ГГУЗам только братья. Если взять всех инвестиций, которые в ГГУЗе... То есть от Турецкой Республики, потому что мы помним прекрасно времена, которые были против маленького народа 90-х годов, и тут же была и Турецкая Республика рядом. А сейчас, если говорить о наших, о той помощи, которая оказывается Турецкая Республика, давайте вспомним водопровод. У нас воды не было в городе. Нам очистные строятся уже 25 лет. Представьте себе, что мы в городе не имели просто воды. И воду тогда проводили десятки миллионов евро, десятки миллионов инвестировала Турецкая Республика. За последние два года, при новой власти, например, при Елена Федоровне, только в Камрад у нас новая больница построена. Это новый дом культуры отремонтирован, новый детский сад, дом творчества. Сейчас строится стадион, новый стадион, лучший на юге Молдовы. Дальше колледж, уже проект есть. Это сумма более 200 миллионов лей. Если мы говорим о каких-то программах, где мы привлекли 10 миллионов лей, 15, 20, то сумма превышает 200 миллионов лей. Только в один город. Но инвестиции были не только в Камрад. И в Чадерлунгу, и в Улканешт, и в населенные пункты многие. Поэтому сегодня помощь Турецкой Республике просто неоценима. Она в разном направлении, в культурном и языковом. Никому не секрет, что мы даже язык свой особо не забываем его. И тут же есть помощь Турецкой Республике даже в этом плане. Хорошо. Скажите, но вы сказали, что важно 20 миллионов вложить для того, чтобы за раз там решить все вопросы, которые касаются коммуникации этих. Вот в Турцию вы обращались за этой помощью? Мы как бы должны немножко и совесть иметь, потому что сегодня столько было инвестировано на этих проектов. И как бы Турецкая Республика тоже не безразмерна. Поэтому сегодня, когда строится стадион, строятся другие. Но если бы президент обещал, он всегда помогает. Но мы как бы ждем этого момента, потому что обещано было однозначно. Но и на месте тоже не стоим. На месте мы не должны стоять. То есть и самостоятельно думаете о том? Конечно, конечно. Потому что я озвучил перед этим, что 30 километров построить подземной коммуникации – это немало. Это очень много. Тогда как километр всего лишь был построен за счета, разблокированный сегодня. Канал имеет у нас как бы… Ну, не говорим, что она прямо в идеальной ситуации находится. Но была выполнена работа. Сегодня строится коллектор, которого тоже не строили. Затоплены подвалы, дренажей было построено. По городу у нас сухие подвалы сегодня. Это огромные средства, которые были инвестированы под землю. Жители наши этих расходок даже и не знают. Все обычно видят там тротуары, дороги, садики. То есть это видят люди. Красивый проек, дом творчества, красотища. Но вот под землей, что мы инвестировали, ровно столько же средств, никто это не видит. Поэтому, ну, это не говорит о том, что мы должны перестать инвестировать. Мы в любом случае, все есть региональный компонент, который есть из бюджета регионального. Мы всегда инвестируем в решение экологических проблем. И собственных доходов тоже. В этом году у нас более трех миллионов, четырех мы инвестируем тоже в решение экологических проблем. Спасибо. Хотелось бы узнать по поводу привлечения иностранных инвесторов. Очень много внимания вы уделяете тому. Даже недавно прошел инвестиционный форум в Камрате, в Гагаузии. День вина, знаменитый, также проводится именно в Камрате, в столице автономии. Очень много внимания вы уделяете именно промышленному новому парку, который был построен и открыт. Это свободная экономическая зона в Камрате. Скажите, пожалуйста, насколько активно вовлекаются инвесторы? И чем Камрат более привлекателен, так скажем, для инвесторов, чем, например, Бельцы, там тоже есть свободная экономическая зона, чем в Аргееве, кажется, есть свободная, и в других городах есть свободные экономические зоны. Чем вы привлекательнее, как вы убеждаете своих инвесторов, что им нужно строить и открывать свой бизнес именно в Камрате? Ну, давайте начнем с той компанией. И в индустриальном парке сегодня не было коммуникаций никаких, если бы не была привлечена компания Фуджикора к нам. Для того, чтобы привлечь компанию Фуджикора, мы безвозмездно арендовала сама Примария, управление чрезвычайной ситуацией здания, которая была отремонтирована позже при помощи исполнительного комитета, при помощи средств мэрии. Наших средств там тоже было около 3 миллионов, около 9 миллионов. Это исполнительная власть народным собранием выделила. И благодаря тому, что мы выполнили все работы в срок, даже те европейские президенты компании Фуджикора, они были просто ошарашены тем, что увидели, когда они видели это здание, и за 3 месяца сдать 4 тысяч квадратных метров площади, из них 875 офисных помещений. Это газ, вода, канализация, это все с нуля было сделано. Работы начались в октябре, завершились где-то 15 января. Компания Фуджикора вошла в это здание. Когда она уже работала, она уже привлекла к компанию IPC, которая начала без всяких коммуникаций строить в индустриальном парке здание Фуджикора, где мы с Вадимом Петровичем, с Сереной Федором, все гарантировали том, что коммуникации мы проведем. То есть мы работали параллельно. Но тут, слава богу, что подключилось оригинальное развитие. У нас то, что офис был открыт около трех лет назад, подключилось оригинальное развитие, и более 20 миллионов лей было инвестировано только с оригинального развития на инфраструктуру нашего парка. Но если не было бы компании, которая строила уже здание 10 тысяч квадратных метров площади для компании Фуджикора, то не было бы смысла строить коммуникации. На ловца и зверь бежит. Поэтому тут мы сработали местные власти, региональные и республиканские, особенно европейские. У нас очень сильно помогла нам и GIZ, и по привлечению инвестиций из республики Молдова. Входится Марьяна Руфу, Вячеслав Шуткевич, эти люди, которые были с нами рядом, и они нам давали надежду на то, что и власти страны нас тоже поддержат. Потому что политическая ситуация была не в пользу ГАГАУЗИ, но надо отдать должность. Те власти на тот момент выбрали все-таки инвестора, не посмотрели на политические взгляды. И мы очень благодарны, что мы все вместе в упряжке. Вот удалось сегодня все-таки привлечь инвестора. Ну и кроме этого, нам самим удалось привлечь очень много инвесторов. Если вы въезжаете в Камрад, с правой стороны был пустырь. Сегодня въезжаем у нас агропрофи, агропьеси, детский сад, новый бетонный асфальтный завод. Они все появились буквально за 2-3 года. Ну и если вы были на экономическом форуме, все в один голос озвучили открытость местных властей. То есть они сказали, что справку здесь мы, или градостроительный сертификат получали за 5-10 минут, а если надо было за час, нигде, ни в одном городе такого отношения к ним не было. Они все это озвучили, не только компании, которые строили IPC, но это и компании агропрофи, и все. Поэтому мы открыты и прозрачны. И всегда мы готовы помочь любому предпринимателю, который к нам приходит. Потому что я знаю, что компании шли в другие населенные пункты, где-то в администрациях, но не знаю, в каком городе, не хочу озвучивать, к ним отнеслись не очень-то хорошо. Подождите, завтра пройдете или вчера пройдете, у них такие выражения тоже бывают у чиновников. У нас на экономическом форуме президент компании IPC, он озвучил и поблагодарил мэрию Камрад, которая спросила, за сколько времени вам нужно дать документы, за 5 минут или за 3 дня. Мы даже муниципальный совет можем собрать в течение полудня, если это очень важно и очень нужно. Я очень благодарен и муниципальному совету, и прошлого созыва, и в этом созыве, которые понимали очень хорошо эти вещи. И никогда у меня не было проблем с ними, именно по привлечению инвестиций. Если речь шла о предпринимателе, это как мы называли предпринимателя, святой коровой. Это святая корова, которая может войти в примару, в кабинет, выйти, главное, чтобы она была в рамках закона, и никаких задержек. Благодаря вот этому к нам приходит инвестор. Что вы делаете для того, чтобы привлечь, завлечь новых инвесторов? То есть есть у вас люди, которые занимаются привлечением? У нас есть человек, который несет ответственность за промышленный парк. У нас одна единица, потому что мы не собираем, не набираем в группу людей, потому что есть и в исполнительном комитете управление экономики, есть внешние связи, очень пристальное внимание всегда уделяется именно инвесторам, потому что все инвесторы, которые приходили в Камрад, они все через исполнительный комитет. То есть сначала попадали к ним, потом уже распределялись, ну кто хотел в Чадалунгу, кто в Вулканешты. То есть мы никогда не говорили, что вам именно нужно только в Камраде быть. То есть как бы Гагаузский регион для нас важен весь регион. И поэтому здесь мы еще раз говорим, что совместно, потому что когда они видят, что и исполнительная власть, и народное собрание, все относятся к инвестору положительно, то тут у них уже доверие входит. И они, естественно, что остаются. Ну и экономические формы, они уже не проводятся просто так, для галочки. На этом форуме у нас мест него. Дом культуры у нас помещает около 400 человек, а приехало 700, наверное. 700 человек на форум приехали люди, а на форуме мы не бронируем им отели, не оплачиваем им дорогу. То есть люди с интересом приехали. Дни вина, которые проводятся, они очень важны для инвестора. Потому что нас узнают, если вы видели, у нас в Фейсбуке даже я публиковал, в Голландии, в городе, есть ресторан открыт, название Камрад. Камрад, Камрад, да. И ложат черное. И они очень были удивлены. Впечатлились после дня вина. После дня вина. Это было года два назад, когда мы делали, они уже ресторан работают. А в этом году увидели, что творилось на день вина. У нас город был переполнен. Поэтому я очень надеюсь, что в следующий год у нас инвесторов будет еще больше. Не только в Камрате. То есть они будут и в Чадерлунге, в Вулканештах, в населенных пунктах. А власти местные, республиканские будут делать все для того, чтобы все-таки инвестор остался. Может дойдет и до властей новых, предыдущих, будущих, я не знаю, таких властей, что нужно все-таки менять и налоговое законодательство. Надо упростить все системы. Потому что очень сложная система сегодня. Именно не от того, чтобы высокие налоги, сказатели, они низкие, не в этом. Проблема, что бухгалтер учится, например, в университете, на бухгалтере, и он не может вести бухучет. Потому что очень сложно. Не от того, что у людей нет интереса. Усложнили свою жизнь сами же чиновники, чтобы меньше получать доходов в республиканский бюджет. Вот эту проблему нужно тоже решить. Есть очень много примеров зарубежных стран, где процент с оборота до миллиона евро. Но не 4%, а до миллиона 200. А дальше почему-то, говорит, нужно работать как бы по-другому. Нельзя сделать от 4 до 7%, до 10 миллионов. Или там для неплательщиков НДС. Для плательщиков просто вместо налога на прибыль, который все считают, а его, в принципе, платят только те предприятия, которые за 20 миллионов с оборотом. А до 20 миллионов оборотом годовым мало кто платит налог на прибыль. Это очень... В эквиваленте наоборот не надо ввести этот глупый учет, который есть. Я его называю глупым, пустым учетом просто. Где сидит бухгалтер и думает, как укрыть от государства что-то там, чтобы что-то осталось и предприятию для развития. Не говорим, что там кто-то ездит. Поэтому вот эти все вещи должны меняться в стране. Не надо жалеть о том, что у нас как бы вот мы что-то изменим и потеряем в бюджете. Так у вас статистика есть. Возьмите, посчитайте. Если вы собираетесь сегодня до 20 миллионов с оборотом предприятий 3 миллиарда бюджета, так возьмите, разделите 3 миллиарда с процентом отношения наоборот. И ничего не терять вы не будете. Буквально пройдет еще четвертый, еще год и увеличится уже будет не 3, а 6 миллиардов. Очень просто, когда человек, предприниматель выходит с цеха, то есть с офиса от бухгалтера и уходит в цех. Цеха идет и занимается, чтобы продукция была ориентирована на экспорт. А для этого нужно повышать качество, заниматься рабочими, то есть учить их, покупать оборудование, а не сидеть рядом с бухгалтером и думать, блин, а какой же штраф ко мне придет? Если что-то... Вот для этого мы выбираем депутатов. Для этого я обращаюсь к этим депутатам, которые сегодня вновь избраны. Давайте, возьмите в руки. Боже, в руки меняйте, делайте, не ждите, пока все уедут из страны. Миллиард человек, то есть миллион жителей. Слава Богу, что наш город хоть уже мы видим, что возвращаются люди, но мы хотим, чтобы в страну возвращались, а не только в город Камрад. Ну, я думаю, что ваше обращение обязательно дойдет до властей. Я думаю, что с вами солидарны и другие примары. И вот на позитивной ноте о том, что Камрад делает все возможное для того, чтобы привлечь инвесторов, что в Камраде уже образуются пробки, и вас это очень радует. Это говорит о том, что столица живет. Кстати, вот есть проблемы с парковками? Ну, сказать, сильный проблем уже нет. Потому что мы, кроме этого, что благоустроили и разрешили парковку, у нас практически везде разрешена парковка. Мы очень радуемся, если в каких-то городах запрещать парковку, мы знаем, что значит приедут к нам. И мы делаем все для того, чтобы наши улицы были широкие в центре города. Мы расширяем улицы до 22-26 метров, чтобы парковка была поперек дороги. И все близко к рынку, центру города, где находится наша, скажем, узиминка нашей экономики. Поэтому парковками есть проблемы, но не прямо такие, сказать, что нерешимые, потому что в следующем году у нас будет еще один проект, который расширит улицу Котовского у нас, и она позволит нам практически решить вот эту проблему. Ну и в Ялпуги, Ялпужной зоне Ближка-Галатсан у нас также строится парковочная огромная площадь, почти гектар, потому что дальше уже будет другая часть проекта, но вот первая часть проекта парковки, потому что мы уже видим, что машина приезжает, и видим, как многие, если не смогут парковаться рядом с рынком, то уедет. Но мы сейчас внедряем еще, уже есть решение совета, рядом с рынком будет на одной из улиц будет не более двух часов парковка. Дальше будет платная, а до двух часов будет бесплатная. Если она благоустроена, то все станутся довольны, даже оплатив, не штраф платить, если не положено место. Это для того, чтобы покупатель мог припаркнуться и пойти купить, потому что сегодня паркуются те, кто торгует на рынке, целый день оставляет машину, и покупатель не может припаркнуться, поэтому мы ограничим до двух часов парковочные места, чтобы покупатель было доступнее. То есть приехать к Амраду, в ресторан пойти, поесть блюд наших, гвязлимя, шурпай и так далее. Отведать национальную кухню и развить экономику нашу. Хорошо, спасибо вам огромное, господин Анастасов, за исчерпывающие ответы, за интересную беседу. Если вы хотели бы обратиться к жителям города или обратиться еще к кому-то, к какой-то категории телезрителей, я могу в завершении программы предоставить вам слово. Я хочу поблагодарить наших жителей города, что они действительно сегодня поняли о том, что та работа, которая выполнялась в течение четырех лет, хотя очень сложный момент для меня был, как для примара, это и уголовные дела, и аресты детей. И очень много-много было таких вещей, где прямо наши противники ждали, что мы сложили этот мандат, но я чувствовал поддержку жителей. Сегодня на этих выборах за кандидатуру мою проголосовало 9700 человек. То есть люди вышли, хотя мы особо не занимались агитацией, наша агитация была в течение четырех лет, работы наши, поэтому я очень доволен тем результатом, тем, что люди работают сами вместе. Благодарю наших жителей, в первую очередь, и призываю участвовать дальше в совместном развитии нашего города, всей страны, власть имущим на республиканском уровне, все-таки просьба рассмотреть те предложения, которые мы вам управляем, дайте нам возможность решать экологические проблемы местным властям, вот всего лишь распределив средства на душу населения. Дальше занимайтесь своим делом, а мы будем заниматься своим делом. 25 лет мы ждали, наверное, уже достаточно. Давайте дальше уже будем делать, как пишет Конституция. Конституция четко прописана, как собираются налоги, так они и распределяются. И если мы будем жить согласно Конституции, то государство наше будет совершенно другим. Поэтому благодарим всех, кто сегодня старается за нашу страну, в первую очередь, за наш город, и надеемся на то, что все-таки республика Молдова станет и дальше процветающей, как она всегда была у нас, и будет развита, что наши жители вернутся все-таки в родную страну, и мы продолжим жить в своей родной стране все вместе. Спасибо вам огромное, господин Анастасов. Я напомню, дорогие телезрители, что гость эфира сегодня был примар в муниципе Комрад Сергей Ильич Анастасов. Еще раз спасибо. Обязательно мы с вами встретимся через какое-то время для того, чтобы вы нам озвучили, так скажем, промежуточные успехи вашей деятельности. Дорогие телезрители, я вам напомню, что впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Я желаю вам хорошего вечера. Мы с вами встретимся на следующей неделе. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok